Глава 20 Как же так? Быть того не может. Сокол действительно влюбился в меня? Хранительница меня об этом не предупреждала. Мне нельзя. Я знаю, что тебе нельзя, ведь у тебя уже есть пара. Поначалу старался не лезть в ваши отношения, но теперь понял, что долго так не протянул. Так нельзя! Ты ведь потом уйдешь от нас и оставишь после себя лишь расторгнутую пару и разбитое сердце. Это подло, Сокол. Очень подло. Кто сказал, что я собрался так сделать? Может быть, я пригласила бы тебя уйти вместе со мной? Нет, я ни за что не брошу свою стаю. И не думаю, что я отвечу с взаимностью на твою любовь. Эта любовь может погубить мою стаю. И мою жизнь. Нельзя грешному чувству позволить овладеть мной. На следующий день. Алая, почему ты ничего не ешь? Аппетита нет. Почему это? Вожак ночь! Что такое? К нам на территорию зашли снежные волки. Ночное черное ведут их сюда. Что им опять нужно? Это же заснеженный. Вожак с той снега впервые сам пришел к нам. И пожар с ним. Какая компания. Это точно не к добру. Я слышал, что Луна и Королева погибли. Примите мои соболезнования. Молодая пара. Вы ведь пришли к нам не для того, чтобы посочувствовать. Верно? Не смей грубить нашему вожаку! Не вмешивайся, березка. Заснеженный сам во всем разберется. Я пришел к вам, потому что слышал, что Алая обладает даром виде будущего. И? Моя вьюга заболела. Я хочу, чтобы ваша хранительница заглянула в будущее и узнала, выживет ли она. Я пытался привязать ее дух к телу, как обычно это делал. Но она постоянно отходит. Хорошо, я по... Подожди-ка! Ты ведь говорила, что тебе нужно беречь свои силы до великого дня. Мы должны им. Или ты уже забыл, что пожар сделала для нас. Лучше не говорить при заснеженном о том, что пожар сбежал из своего логова, чтобы спасти мою жизнь. Ты права. Делай то, что считаешь нужным. Сейчас. Подождите немного. Мне очень жаль. Вьюга погибнет. Нет. Ты ошиблась. Мои видения всегда точны. Тогда подскажи, как излечить ее. Вам лучше поспешить обратно. Вьюга вот-вот отправится к умершим предкам. Вьюга! Спасибо вам. Почему ты не спешишь? Она ведь твоя мать. Она мне не мать. Как это? Ведь снегопад был сыном вьюге, а они родные братья с пожаром. Возможно, отношения у них с матерью были сложными. Раз ты не торопишься, то, может, мы немного поболтаем по дороге? Конечно. О, голуболглазый волк, вы снова пришли к нам. Я уже ухожу. Пошли? Я что-то пропустил? Жрать меньше надо, тогда ничего бы не пропустил. Послушай, пожар. М? Я рассказала не все мое видение. После смерти вьюге заснеженный не откажется от своего места вожака. Но и править не будет. Я видела, как Буран будет стараться помочь стае. Но какой-то волк, прости, не знаю его имя, будет пытаться превзойти Бурана, а потому вовсе захочет убить. Если это случится, то ваша стая падет. Буран — отличный волк. Я никому не позволю убить его. Спасибо, что предупредила меня. Только будь осторожен. Ведь менять будущее очень опасно. Я знаю. Да пусть хранят себя наши предки. Спасибо. Алая, а знаешь, что самое обидное в моем даре? Это то, что если со мной что-то случится, то никто не сможет спасти мою жизнь. Не говори глупости, Пожар. Ты умрешь старым и дряхлым старикашкой в счастливый солнечный день. Надеюсь, что так и будет. Послушай, Пожар, а почему ты сказал, что вьюга не твоя мама? Потому что с самого моего детства она запрещала ее так называть. Нелегкое у тебя было детство. Очень. Пожар, поспеши! Или ты захотел остаться с ночными волками? Ох, пока, Алая. Встретимся завтра ночью с другими хранителями на нейтральной территории. Ага.